Поставки на российский рынок грузовиков MAN, Scania, Volvo и Mercedes временно приостановлены. Это значит, что КАМАЗ фактически остался без конкурентов. Однако воспользоваться доминирующим положением грузовому гиганту не удастся, ведь поставки европейских комплектующих также заблокированы. Правда, в набережных Челнах есть запас компонентов на ближайшие недели. На ближайшие периоды компоненты есть, и дальше видно, откуда будет их завозить. Но, тем не менее, у меня ещё раз просьба, чтобы мы очень бережно относились к этому сырью. Как только запасы иссякнут, КАМАЗу предстоит изменить ассортимент. Основой гаммы станут грузовики поколения К3, то бишь модернизированные машины образца 70-х годов, но экологического класса Евро-5. Как отметил Юрий Герасимов, производство классической модели почти не опирается на международную логистику. Линейка К4, то есть КАМАЗы с кабинами Мерседесов Аксор, должны были сойти со сцены до конца года, но в новых условиях их сборка прекратится ещё раньше. Совсем другое дело — новейшее поколение К5, с которым тоже помог Даймлер. У этих машин кабинный модуль от Мерседеса Актрас, но собственная рама, двигатель и мосты. Штамповкой и сваркой кабин занималось совместное предприятие Даймлер КАМАЗ РУС. Его деятельность формально остановлена, но фактически сборка кабин продолжается. К тому же, как отметил Юрий Герасимов, руководство одной из компаний, поставляющих детали каркасов, очень заинтересовано полностью локализовать свои поставки для кабинных модулей К5. И вообще, Герасимов уверен, что эту модель ждёт мощный рывок по локализации. А значит, пусть не сразу, но КАМАЗ сможет возобновить выпуск действительно современных автомобилей. Подробно мы эту тему не освещали, но за последний год КАМАЗ ударными темпами возводил площадки на Южном Урале и окрестностях. В казахском Кастанае запущен целый литейный завод, а в Белорецке — рессорный. Но похоже, что на самом деле КАМАЗ готовил целый кластер, привязанный к металлургическому региону Челябинск-Магнитогорск. Трудно закрыть дефицит автоматических коробок передач, ведь немецкий ЗТФ от партнёрских отношений отрёкся. Затормозила работу и моторная СП с американским Камминсом. Альтернатива — возвращение к древним моторам V8, КАМАЗ-740, которые почти не выпускались после прихода Камминса, или закупка шестицилиндровых двигателей ЯМЗ. Скорее всего, форсирует и локализацию проекта Тибет, он же R6. Это новые рядные шестёрки, которые разрабатывались последние годы совместно с фирмой Липхер. Однако неясно, найдётся ли замена европейской топливной аппаратуре.